Субтитры сделал DimaTorzok Народ, всем доброе утро, всем салам алейкум. Четверг, 29 февраля. Погода отличная, но я дома, работы нет. Что у нас по новостям? Вчера вышел короткий ролик, видео про ремонт гидрошарнира. Сейчас чуть подробнее расскажу, потому что интересная история. Я думаю, стоит того, чтобы подробно рассказать. Кому-то будет полезно однозначно. Смотрите, вот у коллеги похожая крановая установка, хангил, семитоник. И при повороте вот этот гидрошарнир, он же гидроколлектор, он дрожал очень страшно. А вот так вот прям. То есть, ну, как бы, работать непонятно, стрёмно. Вдруг что-то там сейчас рванет, ломается, оторвется. И человек принял решение сразу снимать башню, потому что по-другому к нему не подберешься. А еще этот предварительно проверили люфт на поворотном. Ну, стрелу задираешь наверх максимально и качаешь рычагом, дергаешь, и тогда видно. Тоже по видео, как бы, не особо так. Люфт он всегда какой-то есть. Но какой допустимый вообще, вот тоже, кстати, вопрос. Кто знает, какой допустимый люфт у опорного подшипника. Вот. В общем, сняли они колонну. И начали сразу мерить этот подшипник. Почему-то сразу на подшипник. Ну, много мнений, естественно, человек спрашивает там, там, там. Кстати, форум я закинул в телеграме. Форум международный форум манипулятор. Вот так называется. Кто этот хочет, там в телеге поиск наберите. Я что-то ссылку хотел скинуть. Что-то я затупил, не смог этот. Ну, попробую я. Там ребята тоже сразу подключились. Кстати, всем спасибо. Встали выдвигать версии. Куча разных предположений была там. Ну, естественно, сразу первым делом подшипник. Поворотный редуктор. Там кто-то даже зубья там написал, что зубья неправильно. Возможно, была самая такая правдоподобная версия, что крепления гидрошарнира либо ослабли, либо оторвались. Прям кто-то даже выложил. Вот у меня была такая ситуация. Вот с фотографиями. Все. Снимаем. Снимают. Ребята все на месте. Видео присылают. Вот, кстати, тоже человеку респект. Он, то есть, делает. Да, вот у него проблема. Он все снимает, все показывает. Все отлично. Все болты на месте. Думали болты внутренние расслабились на подшипнике поворотном. Кстати, еще момент. Мы с ним разговаривали. Я говорю, у тебя нет лючка, чтобы не снимать. Лючка, который этот, через который проверяются болты внутренние. Сейчас покажу. Видите, это здесь он. Вот. Вот этот лючок. Он говорит, нет у меня лючка. Надо башню снимать. Ну, ладно. Хорошо. Башню сняли. Потом он обнаружил лючок. Лючок находится у некоторых манипуляторов вот под этой пластиной. То есть, ее нужно открутить и по кругу проворачивать. И не обязательно башню снимать, чтобы проверить болты. Это тоже, кстати, важный момент. Вот, что дальше. Начали уже прямо на подшипник грешить. Шатают вот монтировкой. Ну, есть люфт, но непонятно. Этот. Уже начали искать подшипник. Нашли уже подшипник. Вот тоже Роману спасибо. Из форума он занимается, кстати, запчастями. Роман с Новороссийска. Многие знают, наверное, его. Он сразу нашел нам быстро подшипник. И тут кто-то написал опять-таки. Марат. Марат из Иваново. Тоже Марату респект. Он говорит, дрожал этот гидрошарнир. Смотрите гидрошарнир. Я ему пишу. Говорю, с чего началось все. Он уже все, подшипник все. Я говорю, с чего началось? Вот с этого же. То есть у тебя с поворотом была проблема? С подшипником? Ну, где-то на каких-то моментах бывает вот что-то. Если износ, да, он как-то по-разному этот, на каких-то вылетах, на каких-то положениях по-разному ведет себя. Это поворот, либо звуки какие-то, либо стуки, либо замедляется там. Все идеально. Все четко, вообще никаких вопросов. Установки год. Там что-то 400 моточасов, он говорит. Новая установка. Ну да, скажите, да, это все китайское там. Но... В общем, я говорю, смотри гидрошарнир. Покачай его, покрути. Он вообще как? Он берет... Да, он говорит, вообще как приваренный. Он вообще не двигается. Он вообще мертвый. Я, говорит, думал, так должно быть, что он там от давления или от чего-то. Нет, он должен крутиться руками вручную. Может быть туговато, но руками. Нет мертвостей. Ну вот там причина. Блин, а как, чего? Что делать? Его снимать, я не знаю. Не надо его снимать, сними только верхний колпак. Он уже полностью свободен. Шлангов ничего нет. Вообще ничего нет, а просто верхний колпак с ними. Блин, боюсь. Я говорю, ну да, тоже мало ли, что там, потом не соберешь. А что, куда везти? Куда его? Кому отдавать? И, кстати, вот комментарий был насчет этого. Вот в этом коротком видео. Человек написал, я, говорит, это то же самое у меня было на конглимент, вот то один в один. Мы просто отдали, отогнали сервис, нам поменяли, новый поставили. Ну, во-первых, новый, по-моему, 70 стоит. Я не смотрел, вот что-то у меня где-то в голове отложилось. Ну, как бы и немало. Во-вторых, сервис, да. Вот у нас, опять-таки, сервисов нет. Это надо в какой-то другой город гнать. Это раз. Во-вторых, в-третьих, у сервиса всегда занят. Вот я прям недавно с кем-то разговаривал, обзванивал, там, Ставрополь, там, близлежащий, там, чуть ли не на месяц, там, заняты, заняты, даже разговаривать не хотят. В-четвертых, заказать запчасть, ну, чтобы она была в наличии, именно на эту, на твою модель, ну, это вообще. А вот человек пишет, мне, говорит, за день сделали, то есть отогнали, разобрали, запчасть была на месте, поменяли, поставили за день, ну, блин, повезло. И то, я считаю, вот они, наши пацаны, да, вот эти, они, ну, два дня у них ушло, наверное, вот сегодня, наверное, уже соберут, и сегодня он поедет на работу. И вообще, вообще ни копейки, никаких денег, ну, на запчасти, да, он ничего не покупал, там, я не знаю. За эту работу сами они сделали, вот он сам залез. Чему я? К тому, что вот надо вот этот момент как-то развивать. Вот кто-то что-то делает, кто-то что-то увидел у себя, что-то новое узнал, быстро что-то сделал, снял видео, там, отправил в группу, отправил пацанам, я не говорю, там, в YouTube, там, канал, ну, вот отправил пацанам, отправил кому-то, чтобы люди тоже посмотрели. И этот, ну, как сказать, я не знаю, блин, люди разные, конечно, бывают. Кто-то недавно там говорит, да, зачем ты это показываешь, да, не надо, там, туда-сюда, что-то, какой-то херь, какую-то мелочь, не надо, не показывай в YouTube. А когда ему самому надо, он этот, позвонит, весь мозг вынесет тебе, вот это как, вот это как, вот это как, вот это как. То есть, ну, ты расскажи, что знаешь, да, людям, да, и не держи это в себе, не уноси там с собой, что тебе от этого, ну, вот, про это хотел сказать. Так, что еще нового, Камазик, все нормально с Камазиком, ничего не сломалось, колесо не спустилось, колесо, которое шнурком заклеено, колесо держит. Так, что еще, этот вытащил шланг сапуна, да, сапуна шланг вытащил, как вы и писали, все правильно, вот такой грязненький он, что еще, что еще, вчера, вчера работал на объекте, после кровельщиков, там везде весь объект, ну, такой нормальный домик такой, как мы любим, и везде там куча железа, обрезки досок, и я смотрю, коротышей, короче, куча. Я начал с маленьких, про рабу говорю, ну, реально, оно в мусоре там, где-то вот так валяется, я говорю, это мусор, он говорит, бери, что хочешь, сколько хочешь бери. И я вот начал, 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 думал сперва на подкладки, вот на эти. Ну, у меня и подкладки, в принципе, хорошие. Кстати, подкладки, пацаны, отзыв, да, сказать, вообще бомба. Да, уже какое-то время такое, вообще, и воду они не впитывают, и крепкие такие. И теперь, что я с них хочу сделать? Хочу сделать стол рабочий. Какой-то ремонт делаешь, вот сюда на улицу вытащил его, вот здесь в машине поставил, ключи, инструменты, чтобы не на земле, как я обычно, здесь на, там, на солнце, на свету, и мне этот приятнее, ну, как приятнее, удобнее, когда светло. Там есть у меня, в этом, в, как этой, в кладовке этой, в мастерской. Вот там темно, там стол есть, поэтому, и поближе к этому, к машине, когда возле машины что-то копать, копашишься. Вот там, кстати, тоже писали, люди писали, что надо стол сделать. Вот сейчас будем с вами стол делать. Тем более, у меня есть пила электрическая, теперь не надо мне, это, ножовкой пилить. Вот такие доски. Сейчас кое-где поотбиваем, гвозди выбьем. А так в целом, да, ну, блин, еще толщина такая, настоящая 50-ка. Вот так, метр тридцать. Сколько на сколько, какой делать стол? Вот размер поддона у меня там стоит, поддон вместо стола, европоддон, 80 на метр двадцать. Примерно вот такое. Блин, тут пилить ничего не надо. Короче, четыре доски, метр тридцать ровно. Вот эти кусочки двадцать пяткой, двадцать пятки тоже, я вот как есть подобрал сейчас, все. Сейчас прям я их скручиваю и делаю ножки. Короче, саморезы только длинные. Магазин идти не хочется. Почему? Потому что магазин рядом через забор. Там сосед, он скажет, возьми бесплатно. Поэтому магазин идем в самом крайнем случае. Соседу, салам алейкум. Тут такой мурак к нам на разговор пришел. Придется болгарькой спиливать. Так хорошо начал снимать. Солнышко аж прям пригревало. И картинка лучше. Освещение. И теплее. И что-то туман. Так, теперь мне надо высоту ног. Высоту ног какую сделать? В общем, 80 сантиметров мне нужно. С плитами, кстати, пока рука болит, короче, не проходит рука. Не знаю, что-то, что-то, один раз что-то куда-то потянешь, все. Поэтому не знаю. Пока вот так. Ровно 80 сантиметров. Еще там есть. По-моему, даже пилить ничего не надо будет. Сюда почему-то хочу гвозди запить. Интересно, лопаются быстро что-то, саморезы. Что, вот так, правильно же, да, делаю? Эти. Раскосили-перекосили. Хорошо из кусков делать. Любые размеры есть. Ничего не пилил еще. Сейчас гвозди выбью. Даже вот такая есть уже сразу. Подскос обрезанная под размер. О, посмотрите. Ну, почти. Я не зря этот кусторез свой достал. Сейчас эти уголки подпилим. Это вам не ножовкой пилять. Так, все. На завтра уже есть работа. Дали список. Так. Блоки. Кирпич. Дали деньги. А, и сказали, закинь сразу бадью. Надо сразу, пока не забыл, бадью прямо сейчас закинем для песка. Рабочие говорят, только ты, только он, пусть он приедет со своей бадьей. Никого не надо. Поставил на подогрев сейчас, электроподогрев. Так, прохладненько, где-то минус 4 там показывает. Заведу на опоры, подниму его и будем масло менять. Стол, смотрите как. А, красота. Все разложил. Телефон тут все чисто. Я же говорил, нужен стол, а вы... Не надо, не надо. Так, все, народ, приехали. Фильтра мои. От фирмы Седан. Вот такой комплект. Трубочки. С резинками. Вот они, эти фильтра. Они реально очень качественные. Уже я не раз их пробовал. Ничего не прорывает, ничего не разрывает, не скомкается, не вот, не стягивает их, не сжимает там в мороз. То есть, все вот, ну, ну, насчет фильтрации я, конечно, не могу ничего сказать. Это чисто так. Так, вот комплект топливных фильтров, тоже с резинками. Вот такие они интересные. Тоже ставил я их, проверял. Все нормально, без проблем. Сейчас снимаем стаканы, вытаскиваем старые фильтры, ставим новые. Ну, что, поехали. Вот такой спецключ у меня под монтировку. Сейчас такой момент истины. Открутится или не открутится каждый раз со страхом. Сломаешь этот колпак или нет. Есть. Сперва дальний откручиваем. Да-да-да, обычно чуть потяжелее идет. Здесь своя тактика. Вот так. Вот так, как-то. Есть. Ах, коленка. Блин. Ну, ладно, это я так, что для видео. Вот так вот. Вот такие фильтры у нас. Такие не очень-то, в принципе. Я бы сказал, и грязные. Вот так ставим. Так, а теперь, пацаны, важный момент такой. Вот эти резинки, да, фирма Седан, ничего личного. Ничего не могу сказать про них. По-моему, ставил, не ставил. Ничего плохого, ничего нет. Не знаю. Просто вот это, да. Вот это строймаш. Это прям стопроцентный результат. Потому что фильтр, даже фильтр, он не так важен, да, в масляной системе, как вот эта прокладка. То есть, если у тебя даванет там, и ты не заметишь, то можно очень сильно попасть. Поэтому, пацаны, это не реклама уже, а просто опыт печальный. Поэтому обязательно ставим только эти резинки. Причем их раз 4-5 замен масла вообще без проблем держит. Там у меня стоят какие-то, я не помню уже. Ну и что я вам хочу сказать, пацаны. Беру свои слова обратно насчет Седана. Вот я снял свое старое кольцо. Вот оно черненькое осталось здесь. И это седан. И он у меня уже несколько замен. Потому что я точно помню. Сейчас я вспоминаю, когда-то я, по-моему, специально даже ради эксперимента, я сказал, поставим и посмотрим. Действительно, да, да, да. Да, вот они. Вот они эти кольца. На строймашевских здесь с торца написано, с внутренней стороны. 740, модель, т.д. Здесь ничего не написано. А другие кольца я бы ни за что не поставил. Либо строймаш, либо вот эти. Так что все. Они тоже прошли испытания. Поэтому смело можете ставить кольца. Из комплекта вот этих. Эти кольца очень дорогие. Не помню сколько, но... Так, что еще хотел вам рассказать. Ни снаружи, ни внутри, ни мою стакан. Смысла нет. Если там чего-то прям, какого-то песка нет, грязи, то там этой отработки в моторе, там еще литра 3-4, наверное. Смысла нет его сейчас натирать. Снаружи, изнутри. Самое главное, вот эти места. Вот где резиночка садится. Вот здесь прям до идеала. Вытираем и осматриваем, чтобы здесь не было никаких забоин. Вот здесь и вот здесь на этом торце. Вот этот торец прижимает туда, к той резинке. Те тоже резинки, когда меняем, прям перчатки снимаем, вот так голыми руками, вытираем тряпочкой, пальцем вот так вот. Раз, раз. Все проверяем, вставляем резинку. Чисто вот так. Короче, вот здесь прям очень важно. И тогда, возможно, у вас масло будет просто капать, не течь. Прям аптека здесь должна быть. И смазываем вот эти все места, где она прикручивается, где трется. Вот этот торец обязательно маслом смазываю. И вот это место, то есть где она будет крутиться, чтобы резинка не завернулась. Очень часто бывает, что все нормально, все хорошо. И поставил, и как-то что-то резинка подвернулась, завернулась, и масло ручьем. Но он сразу это покажет при первом же запуске. Вот. Так, масло заливать не будем. Тоже ради эксперимента. А то сидят там это на диване. А я бы вот так. А это вот так. Что там, попадаю, смотрите. А, так, все. Как по маслу. Все четко. Пацаны, из коробки щуп достал. Смотрите, какая пена на щупе. Что это такое? Почему? О, смотрите. Уровень нормальный. Масло светлое. В принципе. Но пена. Не знаю. Вот должно быть видно. Ну, это наше стекло, а так уровень нормальный. Ну, не знаю, холодное масло так пенится или что? Так чистое все. Кто знает. И это моя кружка. Это моя кружка. Вот ты вообще кто такой? Всем добрый вечер. Всем салам алейкум. Так, едем на заказ наконец-таки. Погодка сегодня бомба. Ща покажу вам горы, пацаны. Вот они, смотрите. О, какой динозавр у нас есть. 15-тонники или что-то такое. Сусан. Сусан. Так, нахожусь на знаменитом заводе по производству пеплоблоков. Ахмат ИК. Вот как раз тут происходит это производство у вас на глазах. Че мне надо? Всего 6 поддонов загрузить. Че-то там движуха сегодня хорошая такая. Этот видео скорее всего получится чуть-чуть кусками. Кусками оттуда, кусками отсюда. Замена масла на 2 на 2 части поделится. Фильтры отдельно, масло отдельно. по независимым от меня обстоятельствам. Поэтому если вдруг что-то не застыковка, извиняюсь сразу. Салам алейкум. Салам алейкум. Наконец-то. А я хотел сказать, опять он стоит, не работает. Я должен загрузить свои. Все, все. Нормально все? Да, да. Все. В кадр попал ты, наконец. Все, все. Так, все, блоки. В кузове. Мы сдаем назад. Карщиком подошел 2 карщика там. Ну, спросить, че, где, куда. А, говорит, это который нас снимает, говорит, входит. Ютубер, говорит. Я говорю, да, да. Так, теперь наша задача загрузить на другой базе еще 2 поддона с кипячом. И потом едем в Нордкалу. Опять на то же место, где мы с вами уже были. Ну, че поделать. Пока ничего другого нет. Так, солнце, пацаны. Там вряд ли вы что-то увидите сильно. Ну, погода бомба, это точно. Что-то у нас тут прорвало опять. По ходу. Одна правая сторона замороженная все. Все, кирпич загрузил. Там такая суматоха. Ну, всегда на Матросова, кто знает. Кстати, Валерий, салам алейкум. Помог быстренько так, разрулил. И выезжаем на Нордкалу. Город-герой. Столица Урванского района. Еще думал, поехать налево или прямо. Вот, поехал прямо. Стою на железнодорожном переезде. И еще мне потом надо будет налево поворачивать. Вот опять у меня... Опять у меня воздух куда-то уходит. На педали тормоза держишь ногу. Иногда не уходит, иногда уходит. Пробовал искать, ничего не могу найти. Как на этот... Дома заглушишь, поставишь что-то палку какую-то на педаль. Под машину лезут, тишина. Тормозной кран же менял тоже. Вообще без... Без изменений. Короче, тут не вариант налево повернуть. Едем прямо. И по другой дороге поедем. Полчаса будешь стоять сейчас на этом повороте. Ничего себе, здесь туманище какое. В нижней части города вот такая погода. Представьте разница, да, такая? А, что-то моя бадья там торчит на улицу сильно. Надо остановиться, поправиться. Блин, страшно ехать даже. Еду 50 километров. Ничего не видно. Кто-то где-то сейчас КамАЗ стоял на обочине. Кое-как объехал его. КамАЗ стоял на обочине. Гаишники сейчас остановили. И старый-старый такой, ну, этот, ветеран, короче, он. Постоянно в этих местах где-то он стоит. Я говорю, а что ты здесь? Ты же там обычно на круге. Там сильный туман, говорит. Смотрит, смотрит, раз, переворачивает, короче. Я говорю, все нормально. Отметки, все, этот, техосмотр, страховка, все есть. Он говорит, тебе найти что-то ненормально. Я говорю, нет, нет. Давай, говорит, езжай. Ничего не надо. Я говорю, все, давай, спасибо. Все, мы на месте. Фронтоны подняли. Теперь через них надо будет как-то вот это все таскать. Сейчас посмотрим. Вот такой домик красивый. Сейчас нам куда заехать? Задом, передом. Так, все. Печка. Печка работает. Ноги в тепле. Руки тоже можно подреть. Температура такая. Пар изо рта, короче. Пацаны тоже работают. Туда засыпаем. Там тоже все работают. В общем, все по плану. Семент надо забрать теперь. Там снизу надо, снизу. Ага. Через провод, через зад. Сейчас через провод. Это здесь какой-то телефон или интернет проходит. Ну, хорошо, этот неполный поддом. Приехал, они спрашивают. Первый вопрос. Ты с Бадьей приехал? Я говорю, да. Перегородочные блоки. 12 сантиметров толщина. Вот они уже потяжелее. Поддон такой немаленький. 1,7 где-то, если я не ошибаюсь, вес. И туда их, наверх. Так, все, пацаны. Едем домой. Все разгрузили, все подняли, что надо. Все довольны. Автономка вырубилась. Пишет ошибку Е03. Автономка, которая там, наверху у меня. Посмотрел быстро, вроде погуглил. Что-то с питанием. Надо будет домой приехать и запустить ее. Отдельный провод кинуть. Я думаю, может, через такосъемник вот этот не проходит. То, что крутящиеся соединения в башне у меня не проходит нормально. Ну, на повороте где-то отключается. Я ее запускаю. Опять поработает несколько минут нормально. Потом выключается. Так что, такие дела. Сейчас едем по другой дороге. Не как приехал, а по Урванской трассе будем возвращаться. И нам нужно, в общем, на тот объект опять, на Косогорье, где я блоки монтировал, нам нужно бетон. С миксера будем как-то, короче, заливать. Пас, поедем, посмотрим. Давно не ездил, уже забыл. На развязке, куда, чего. Кто бы в этот... Или в Пятигорску едешь, или в Владикавказ. Че, к кому едем, пацаны? Ни хрена себе. Сумасшедший лихач. А вот здесь сады, смотрите, как посажены. На склоне, такими рядами. Карликовые вот эти вот маленькие деревья. Ну, почему-то без столбиков. Интересно. Без этих, без проволоки. Даже забыл посмотреть, как там... Масло после замены. Масло же поменял. Ремень поменял. Ну, ремень-то зарядка есть. Давление тоже есть. Но... Фильтратом надо смотреть, эти обязательно. Из-под стаканов, чтобы не давило. Сейчас надо будет остановиться, посмотреть обязательно. Так, пацаны, кофе, кто будет? На, пирожок на всех один. Все, денег нет. Кризис. Короче, мне еще час уковать. Смысла домой ехать нет. Далековато. Потом опять сюда. Тут как бы, ну, почти по пути. То есть сейчас будем обедать. Я, как обычно, ничего не взял с собой. Ну, пирожок такой мягкий. Сейчас мы его попробуем. Ничего, пойдет вроде бы. Так, мне приятного аппетита. Вы там тоже не сидите на пустой желудок. Нормально так вот. Провод прям висит. Сейчас там зацепится где-нибудь сзади. Все замотано узелками какими-то. Все, мы поднимаемся, в общем, на объект. Вот такой поворотик. Неудобный очень. Ну, я пустой, в принципе, вообще. Нормально. Тут главное, чтобы сейчас навстречу никто не поехал, а то будет неудобно очень. А вот зеркало. Забор этот, короче, на чистом слове. Упадет, не упадет. Ореховая роща. Нам туда, направо. Вот здесь надо протиснуться как-то. А потом задом на подъем. Так, подъезжаем. Хорошо, здесь место есть. Разворот, если что. У нас пока здесь встанем. Посмотрим, как вот даже тут. Инструменты катятся назад. вон сюда. Так, все, поехали. Задом будем сейчас заезжать. Опа, упали, упали, пацаны. Не падайте, держитесь. Так, как мне тут выдернуть? Да что такое? Ага. Так, скользко. Так, зеркало. Направим. Так. Так. Ещё чуть-чуть. Так. Буксуй. Чуть-чуть буксуй. Так. Так. Так, Фьюстон, Фьюстон. У нас проблемы. Блокировочку. Есть. Ай. Ай. на себе чуть-чуть не хватает на себе